Здравствуйте! В эфире новости Люберецкого районного телевидения. В студии Лилия Хайрулина. Коротко об основных темах выпуска. Проголосовать сможет каждый. В Люберецком районе продолжается выдача открепительных удостоверений. С открепительным удостоверением граждане Российской Федерации имеют право проголосовать на любом участке, расположенном в пределах Российской Федерации, в день голосования. Бесплатная консультация и анализ крови. В городе прошел семинар медиков по программе «Школа сахарного диабета». Более развитые страны, если взять, у них с сахарным диабетом больше болеют людей, чем в малоразвитых странах. Порядка двух с половиной тысяч наименований товаров. Техносила, магазин нового формата, открывается в торговом центре «Гренада». Все у нас продавцы профессионалы, и такой профессионализм достигается достаточно частыми обучениями. Проголосовать сможет каждый. У тех, кто 4 декабря, в день выборов депутатов Государственной Московской областной думы, не сможет прийти на свои избирательные участки. Уже сейчас есть возможность получить открепительный талон и сделать свой выбор в любом удобном месте. Подробнее в материале нашего корреспондента. Получить открепительный талон очень просто. Для этого нужно взять паспорт и прийти в участковую избирательную комиссию по месту жительства. Также при себе необходимо иметь заявление, где будет указана причина отсутствия избирателя в день выборов. С открепительным удостоверением граждане Российской Федерации имеют право проголосовать на любом участке, расположенном в пределах Российской Федерации, в день голосования. Если избиратель не имеет возможности самостоятельно прийти и получить удостоверение, то за него это может сделать другой человек при наличии доверенности. Данная доверенность может выдаваться как органами нотариата, так и руководством лечебного учреждения какого-либо санатория, в котором он в настоящее время находится по тем или иным причинам. В Люберецком районе уже 300 человек получили открепительные удостоверения. Всего на участки их поступило более 5000. На территорию 10-го избирательного округа будут голосовать и жители других городов. В день голосования я работаю в Люберецком районе, именно поэтому я как житель Раменского района пришла в избирательную комиссию, которая находится на территории администрации Раменского района и получила открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения можно получить до 3 декабря. Участковые комиссии работают каждый день с 14 до 19 и выходные с 11 до 15 часов. Дополнительную информацию можно узнать в территориальной избирательной комиссии. Телефон 495-554-9503. Юлия Шпиль, Екатерина Захарова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение. 4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной и Областной Думы. Также в Люберцах пройдут дополнительные выборы в Городской совет депутатов по одномандатному избирательному округу номер 4. Все силы городского комплекса жилищно-коммунального хозяйства направлены на подготовку домов и объектов социальной сферы к зиме. Большую часть запланированных работ выполнил Люберецкий городской жилищный трест. Наш корреспондент вместе с сотрудниками ЖУ-4 совершил обход домов и подъездов, чтобы выяснить, насколько территория готова к предстоящим холодам. На балансе жилищно-эксплуатационного управления номер 5 находится 115 жилых домов. Все ремонтные работы по подготовке к зиме здесь были проведены задолго до наступления холодов, несмотря на то, что в ЖУ номер 5 работает всего 50 человек. Есть и ТРовские должности, слесари, сантехники, газосварщики, электрики, плотники, каменщики, маляры, ну и лифтеры, соответственно. Несмотря на то, что основные работы по подготовке домов к зиме выполнены, сотрудники 5 ЖУ без дела не сидят. Ремонтируют козырьки подъездов, устанавливают стеклопакеты и деревянные рамы, собранные на производственной базе ЛГЖТ. Энергосберегающие светильники производят замену мусорных урн на более удобные и современные. Также управляющая компания реализует программу по комплексному ремонту лестничных клеток. При ремонте лестничных клеток мы теперь стараемся поменять оконные блоки. 19% жилых домов у нас сейчас заменены оконные блоки на пластиковые или на деревянные новые. При ремонте мы меняем светильники, ставим нового образца, новые почтовые ящики. При необходимости на первых этажах меняем плитку. Во всех обслуживаемых домах постепенно проводится замена труб на полипропиленовые. Активно в микрорайоне реализуется и программа установки индивидуальных приборов учета воды. В подвале каждого дома есть внутри дымовые электромагнитные тепловодосчетчики. Сотрудники ЖО ежедневно обходят вверенную им территорию. Особых беспокойств не происходит. Ведь работники жилищного управления работают на совесть и в случае непредвиденных ситуаций успешно с ними справляются. В слесаре самтехники ежедневно проходят свои рабочие места, это подвалы жилых домов, и смотрят за состоянием трубопроводов, запорной арматурой, проверяют, какая подается температура, давление теплоносителя. Также в эти дни сразу по нескольким адресам работают бригады маляров и альпинистов-высотников, занимаясь капитальным и косметическим ремонтом фасадов жилых домов. В нашем доме был кошмар, просто кошмар. Поменяли нам водопроводные трубы, сделали нам стояки, поставили новые, сейчас нам ремонтируют фасад. Мы очень довольны, счастливы. Спасибо большое нашей Людмиле Михайловне и Тресту. Коллектив прибересского городского жилищного Треста уверен, что во всех домах этой зимой будет тепло и комфортно, ведь для этого делается все возможное. Алексей Репсон, Алексей Адамов, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение. Коварное заболевание. При диабете клеткам организма трудно усваивать сахар из крови и превращать его в энергию. На днях во дворце спорта «Триумф» прошел семинар «Школа сахарного диабета». Участие в нем смогли принять не только ведущие эндокринологи региона, но и жители города. Слушатели школы сахарного диабета смогли бесплатно получить консультации специалистов, определить наличие сахара в крови и пройти электрокардиограмму в Центре здоровья. А врачи получили дополнительные знания по лечению и профилактике сахарного диабета, чтобы предотвратить на ранних стадиях появление этой болезни. «Заболеваемость с сахарным диабетом не снижается. Вы знаете, что в более развитые страны, если взять, у них с сахарным диабетом больше болеют людей, чем в малоразвитых странах. Но здесь можно, как сказать, или диагностика лучше в развитых странах, или действительно там не обращают на это внимания. Ну, сахарный диабет больше всего это в странах Европы, в Америке». При сахарном диабете правильное питание и диеты играют важную роль, ведь это заболевание связано с нарушением обмена веществ. В результате того, что поджелудочная железа перестает нормально функционировать, снижается выработка гормона инсулин. Как результат – повышенный уровень сахара в крови, что может привести к самым неприятным последствиям. «На сегодняшний момент вылечить диабет нельзя. Но достичь хорошей устойчивой компенсации и продлить жизнь диабетика практически до жизни человека, который не болеет никакими хроническими заболеваниями, но сегодня уже возможным». На сегодняшний семинар пришли не только ведущие специалисты в этой сфере, но и простые пациенты. Галина Ивановна Серова старается сдавать кровь на сахар два раза в год, и в этот раз анализы в норме. Говорит, что в ее роду были диабетики, но сама этим заболеванием не страдает, потому что следит за своим здоровьем. «Заблюдаю, конечно, диету, стараюсь так это самое. Ну, гнезд, как говорится. Ну, хочется есть, можно все, но в умеренных дозах». Сахарный диабет – одна из наиболее распространенных эндокринных болезней. Им страдает около 2% населения Земли. Диабету подвержены не только взрослые, но и дети. С каждым годом число больных увеличивается. В Люберецком районе насчитывают около 7 тысяч таких людей. Лилия Хайрулина, Александр Карев, Люберецкое районное телевидение. Мы вернемся в студию после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. 4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной и Областной Думы. Также в Люберцах пройдут дополнительные выборы в Городской совет депутатов по одномандатному избирательному округу номер 4. Магазин нового формата, в котором представлено порядка 2,5 тысяч наименований товаров. От электрической зубной щетки до домашнего кинотеатра. Техносила является воплощением идеи клиента ориентированного подхода. Уже в эту субботу, 19 ноября, в торговом центре Гренада состоится торжественное открытие магазина. Техносила приглашает Люберчан в первый в Люберецком районе магазин нового формата. Он является воплощением идеи клиента ориентированного подхода. Здесь комфортно совершать покупки. Простая навигация, новое торговое оборудование, удобная выкладка товара. Это не просто современный дизайн помещения, отвечающий мировым тенденциям в ритейле. Это магазин, заряжающий энергией и вдохновляющий, как сотрудников, так и клиентов. Пока взрослые заняты покупками, дети могут провести время в игровой зоне. Это прямо в самом начале магазина, рядом с ресепшеном. Зона позволяет спокойно до детей 50 занять интересными игровыми процессами. Они не будут мешать родителям выбирать технику. И можно за них не волноваться. Все у нас игровые приставки хорошо установлены. Повредить технику ребенок не сможет. В магазине представлены как новинки, так и популярные модели, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке. Можно найти технику на любой вкус и финансовые возможности. Техносила сотрудничает со всеми известными брендами. Ассортимент постоянно пополняется. Все представленные модели отличает высокое качество. Именно оно является приоритетным направлением в развитии компании. Причем не только качество товаров, но и обслуживание. Все у нас продавцы профессионалы. И такой профессионализм достигается достаточно частыми обучениями. То есть у нас постоянный контроль обучения. У нас постоянный контроль качества самих продавцов. И соответственно при посещении нашего магазина вы всегда получите именно правильно, качественно, хорошую консультацию. Именно ориентируемся на то, чтобы наши покупатели оставались друзьями. Качество обслуживания контролируется посредством тайных покупателей. Также отслеживаются отзывы клиентов в социальных сетях, форумах, на горячей линии компании. Сегодня в магазине нового формата представлено порядка 2500 наименований товаров. От электрической зубной щетки до домашнего кинотеатра. В первую очередь я спрашиваю, что действительно интересует покупателя. И стараюсь ему предложить действительно интересную вещь. Качественную, которая полностью удовлетворит все его потребности. Решил приобрести кинотеатр. Ну сейчас как бы консультирую с продавцами. Ребята грамотно объясняют. Ну думаю, на этом даже, наверное, не остановлюсь. Приобрету что-то еще. В этом году компании «Техносила» исполнилось 18 лет, что подтверждает надежность и гарантию качества. Постоянными стали акции, направленные на повышение потребительского спроса. Так с 8 по 21 ноября впервые проводятся Дни ТВ. Это специальное предложение компании на телевизоры самых разных моделей и брендов по низким ценам. Каждая модель представляет собой многофункциональное устройство. В одном устройстве собран практически ваш ноутбук. Сейчас принципиальное отличие новых аппаратов от трубок, лампок, кинескопов, как их еще называли, это именно многофункциональность. То есть они рассчитаны на подключение различных периферийных устройств, это начиная от флешек, медиаплееров. Магазин «Техносила» расположен в торговом центре «Гренада». Его торжественное открытие состоится в субботу 19 ноября. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах и получить призы. Также в программе мероприятий выступления группы «Иванушки Интернешнл». Марина Архипова, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. Люберецкий хлебокомбинат расширял ассортимент и повысил качество продукции. Об этом генеральный директор акционерного общества Ирина Гармашев рассказала на выездной выставке дегустации хлебобулочных изделий, прошедшей в администрации города Люберцы. В 2004 году так получилось, что наш кондитерский цех был закрыт. И сейчас мы начинаем заново делать то, что нравится людям. Людям нравятся рулеты, с нас просили, мы начали их делать. Сочники просили, начали делать. То есть потихонечку мы вырождаем то, что нравится людям. Сейчас предприятие выпускает в сутки до 70 тонн продукции. Это более 40 наименований хлебобулочных изделий и до 15 кондитерских. Хлеб, печенье, пирожные, кексы, восточные сладости, сухари, пирожки, батоны. Изготавливаются из натурального сырья и соответствуют стандартам качества. К тому же по доступной для покупателей цене. Я проехала в последнее время очень много хлебокомбинатов в Московской области. Наша цена не выше на уровне других комбинатов в Московской области. Хлебобулочные изделия пользуются широким спросом у люберчан. А высокое качество продукции поддерживают многочисленные призовые места в конкурсах. С другой стороны, отсутствие рынков сбыта в районе затрудняет работу предприятия. Ведь его своей продукцией заполняют мелкие фирмы, которые больше заботятся о количестве, нежели о качестве. Волнение актеров, постановки и громкие премьеры. В этом году труппы Томилинского театра «Кукол Радуга» пополнилась двумя сотрудниками, на которых возлагаются большие надежды. Для юных зрителей коллектив поставил спектакль «Чебурашка». Оценить постановку пришли не только томилинские школьники, но и наша съемочная группа. Театральный сезон – это встречи со зрителями, закулисные волнения и обязательно премьеры. Томилинский театр «Кукол Радуга» открывает его спектаклем «Чебурашка». Это достаточно новый спектакль. И, скажем так, что томилинцы еще не все посмотрели его, томилинские дети особенно. Потому что получается так, что, ну, как всегда получается, ну, раз в Томилино есть свой театр, ну, я всегда схожу к нему еще, успею, посмотрю. Артисты остались верны своим традициям. Перед каждым спектаклем для юных зрителей они проводят интерактивные игры. После школьных каникул тема безопасности детей на дорогах особенно актуальна. Вот сегодня, например, в день открытия у нас были дети-школьники. Очень организованные, уже большие детки, они уже все понимают. Они с удовольствием, ну, услышали, да, они на текст реагируют, на который малыши еще не реагируют. Ни тиберенок он, ни птица, ни котенок, ни лисица, но известно всем давно и заснято для кино, но эта милая мордашка и зовется... Чебурашка! Правильно, ребята! После игры гостей пригласили в зал. На сцене знакомые детям персонажи – баба-яга, старуха-шапокляк, крокодил-гена и чебурашка. По замыслу режиссера в театрализованном представлении переплелись сразу несколько сюжетных линий из разных литературных произведений. Идеи создания подобных спектаклей принадлежат директору и режиссеру Томилинского театра «Радуга». По их мнению, именно такие постановки учат детей доброте, дружбе, взаимовыручке. Мне очень понравился спектакль, потому что он очень хороший, с приключениями. Он очень хороший, мне еще понравилось, что как чебурашка играл. Я понравился, понравился он приключениями всякими, гадостями шапокляк там. Арина Серегина работает здесь внештатным литературным сотрудником. И это ее первый творческий сезон. Сценарист уже подготовила спектакль «Винни-Пух идет по следу», премьера которого состоится в следующем году. Я сюда прихожу, это всегда положительные эмоции, это удивительная атмосфера, это очень светлые, теплые люди. И это простор огромный для творчества, что очень важно для меня. Артисты остались довольно успешным началом нового театрального сезона. Но расслабляться им не приходится. Впереди много работы, спектаклей и аплодисментов. Марина Архипова, Лилия Харулина, Олег Лобанов, Люберецкое районное телевидение. На этом у меня все. Через минуту на нашем канале программа «Среда». Напомню, что свои новости из жизни Люберецкого района вы можете сообщать нам по телефону редакции. 8-498-642-1950 и 8-498-642-1952. А также оставляйте их на нашем сайте www.lrt.tv, где вы также можете посмотреть выпуски всех наших программ. В студии была Лилия Харулина. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова